Сегодня в выпуске мы расскажем, как прошел Сабантуй для участников Олимпиады, итоги второго этапа, а также обзор IOI 2016. Завершился второй тур Международной Олимпиады IOI. Процедура проведения второго тура Олимпиады ничем не отличалась от первой. Участникам также было предложено три блока заданий, состоящие из отдельных задач. Стоит отметить, что олимпиадные задания пишут бывшие участники Олимпиад, члены Национального научного комитета IOI каждого года проведения и, конечно, члены научного международного комитета IOI. Мне показалось, что в прошлом процессе задачи были посложнее, хотя, может, это просто от меня зависит, но в целом сами задачи мне нравятся больше этого года. Интересен и тот факт, что у многих участников Олимпиады есть свои талисманы. У кого-то личный, а кто-то привез общий командный символ. Например, участник из США на протяжении всех соревнований не расставался с талисманом-коровой. По его словам, она уже долгое время служит символом их команды. Корова – это символ нашей команды. Эта традиция сформировалась очень давно, и я верю, что она приносит удачу. А вообще, участие в Олимпиаде послужило для меня отличным опытом. Я не ожидал, что выиграю золотую медаль. Как известно, основная цель IOI – это выявить лучших программистов среди школьников со всего мира. По предварительным данным, абсолютным чемпионом IOI 2016 стал участник из Китая Цэджин. Следом идут олимпиадник из Китая и России. Да, я победил, и я очень счастлив. Я много трудился. Обычно я делаю по 2-3 задания в день. И решение задач проходит очень быстро. У меня уходит примерно 3,5 часа на задачу. Говоря о заданиях IOI 2016, то больше всего мне понравилась вторая задача первого тура. Но в целом задания были интересными и довольно сложными. На этих соревнованиях я завоевал золотую медаль. Очень рад этому, ведь это мое первое участие в IOI. Медаль – это показатель моих стараний. Соревнования завершились, но официальное закрытие будет только 18 августа. А пока участники продолжают знакомиться с городом Казань и его историей. Адиля Валеева, Диана Авакян, Роман Самарин, Руслан Уразаев. Универньюз. 28-я международная олимпиада по информатике среди юных программистов в самом разгаре. Не отстает и богатая культурная программа. Участники не упустили возможности набрать багаж самых новых впечатлений и посетить увлекательную экскурсию по Казани, каждый раз открывая все новые горизонты. В вашем городе так хорошо и такие добрые люди. А еще очень вкусная кухня. Я просто в восторге от татарской культуры. А еще я слышал, что здесь хорошая система образования. Меня очень сильно заинтересовало. Я бы с удовольствием здесь учился. Да, я безусловно хочу вернуться сюда вновь. Как известно, талант трудно утаить от окружающих. Вот и среди юных программистов есть свои музыкальные гении. Им удалось добавить в мероприятие капельку истинной романтики. Нашлось время и для праздника. На территории студенческого кампуса отпраздновали настоящий сабантуй. Никому не удалось усидеть на месте. И гости Казанского университета стали участниками традиционных национальных состязаний. Слушали песни и играли. Безусловно, сабантует для участников IOI удивительное событие. Но можно не сомневаться, что этот праздник подарил всем гостям незабываемые впечатления. И, конечно, теперь каждому гостю будет, что вспомнить. Аделя Мухаммедшина, Роман Самарин, Универньюз. Впервые за 28 лет Международную олимпиаду по информатике принимает у себя старейший вуз России – Казанский федеральный университет. Столица Татарстана завоевала право проведения, обойдя города-конкуренты из Японии и Азербайджана. Еще до официального начала игр Казань успела войти в историю соревнований. В этом году в третью столицу России приехало рекордное количество стран-участниц – всего 88 делегаций. Для меня эта олимпиада значит очень много. Я готовился к ней последние 3-4 года. Я думаю, эта олимпиада дает возможность построить хорошую карьеру в сфере IT-технологий. На протяжении всей олимпиады участников сопровождали волонтеры из числа студентов КФУ – одного из ключевых организаторов турнира. Вуз также предоставил школьникам проживание в одном из лучших кампусов России – деревне-универсиады. Мне говорили, что Казанский федеральный университет – один из престижнейших вузов России. Я впечатлен этим шикарным кампусом. Город тоже очень красивый, с богатой историей. Надеюсь увидеть больше. Я приезжал сюда в марте осмотреть место проведения олимпиады. Мы посетили Иннополиш, Свияж, Казань. Татарстан – удивительное место. Мы впервые в России. Нам пока очень нравится. Мы подготовились к поездке, посмотрели в интернете, какая у вас погода, интересные места. Хочу скорее их посетить. Мы сделаем все, чтобы показать свои лучшие стороны и просто будем наслаждаться процессом. Церемония открытия 28-й международной олимпиады по информатике транслировалась в интернете и на кабельных сетях по республике Татарстан. Стоит отметить, что прямую трансляцию вел телеканал «Универсмотри» – студенческое телевидение КФУ. На церемонии открытия было все, что любят юные компьютерные гении – видеошоу, 3D-графика, лазерное и световое шоу. Одним из наиболее зрелищных моментов мероприятия стал парад флагов стран-участниц. Бангладеш! Бангладеш! Булгария! Болгария! Босния и Герцеговина! Босния и Герцеговина! К тому же гости олимпиады наконец-то смогли увидеть частичку национальной культуры России и Татарстана, представленной лучшими творческими коллективами республики. Церемония выдалась очень информативной, но в то же время развлекательной. Это было удачное сочетание современных технологий и национальной культуры. Надеюсь побольше узнать о Татарстане за эти несколько дней. «Мне понравились татарские танцы. Для нас это очень необычно, но в то же время так красиво. Ну и, конечно же, впечатлило световое шоу». «Нашим участникам я желаю найти новых друзей, получить позитивные эмоции и подготовиться усерднее к следующему году. Так мы сделаем этот мир еще чуточку лучше». «Очень приятно, что открытие нашей олимпиады проходит в период, когда в Бразилии и в Рио-де-Жанейро представители наших стран борются за спортивные медали». Ректор КФУ Ишат Гафуров отметил важность эти технологии в подготовке самых разных специалистов. Также он выразил надежду на то, что Казань не последний раз принимает у себя такие мероприятия. «Мы надеемся, что в результате упорной борьбы мы сумеем выиграть право проведения аналогичного мероприятия, но только уже для студентов в 2020 году». «Какими бы ни были итоги олимпиады, каждый из вас уже победитель, опередивший других сильных соперников на отборочных соревнованиях. Я вас искренне с этим поздравляю». В этой церемонии открытия студенческое телевидение Казанского университета телеканал «Универс смотри» ввел прямую трансляцию. Видео церемонии открытия Олимпиады выложено на сайте КФУ и в группе «Универс смотри» на YouTube. Журналисты медиа-центра КФУ на протяжении всей Олимпиады освещали ход соревнований и жизнь участников со всего мира в столице Татарстана. Интервью с командами вы можете увидеть на главном сайте турнира ioi2016.ru. Мимо наших камер не прошли и сами соревнования. Каждый тур включал три алгоритмические задачи, решения которых необходимо было представить на компьютере в системе состязаний. «Первое задание было довольно сложным, но я справился. Второе и третье было еще проще. Я очень доволен своим результатом». Второй решающий тур оказался более интенсивным и напряженным. Надо сказать, что сегодня уровень сложности задач ioi необычайно высок. Их не под силу решить не только среднему, но даже хорошему студенту. «В том туре мне первые задачи показались довольно простыми. Вот третью я действительно даже за три с половиной часа не смог окончательно решить. Так что думаю, что второй тур я лучше, чем сейчас вряд ли смог бы написать». Организаторы Олимпиады подготовили для участников насыщенную культурную программу. Свободно от соревнований и тренировок время ребята изучали город, гуляли по Кремлевской набережной и ближе знакомились с историей и жизнью Казанского федерального университета. «Казань – красивый город, и люди здесь очень дружелюбные. Мы зашли на веб-сайт ioi и многое узнали о Казани и Казанском федеральном университете. Мы заинтересованы учиться в данном учебном заведении». Все испытания для ребят уже позади. Осталось только узнать имя абсолютного чемпиона. Чествовать победителей и призеров Олимпиады будут уже в этот четверг. Телеканал «Универс смотри» – студенческое телевидение Казанского федерального университета будет вести прямую трансляцию с церемонией закрытия 28-й Международной Олимпиады по информатике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА